Не снижается, а только растет число автомобильных аварий. В Иркутске и в пригороде за последние 7 дней произошло 36 ДТП. Число пострадавших и погибших также стало больше. По каким причинам происходят столкновения на дорогах чаще всего? И что делают в областной столице, чтобы исправить ситуацию? Знает Ангелина Огер. Потерял бампер этот автомобилист на одной из улиц Иркутска сегодня. Подобных аварий и более серьезных стало в разы больше. За неделю в городе и прилегающем районе произошло 36 аварий. 5 человек погибли, 37 пострадали. Поэтому сейчас на улицах Иркутска можно увидеть большинство автоинспекторов. Они напоминают автомобилистам об опасности на дорогах. Пешеходов часто пропускаете? Пешеходов. Все правильно, а так и продолжайте. Держите, это вам памятник? Такие рейды дисциплинируют водителей. За весь день дорожным полицейским попался только один нарушитель. Он не пропустил пешехода. В городе это распространенная причина аварии. Сейчас под колеса машин часто попадают и дети. У них каникулы. За последние семь дней в ДТП пострадали семеро несовершеннолетних. За пределами города, на оживленных трассах, картина немного другая. Основные причины дорожно-транспортных происшествий на территории Иркутского района за последние семь дней это нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям, а также выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Именно эти нарушения унесли за последние семь дней пять жизней. Эту ужасную статистику пополнила еще одна последняя авария. В Иркутском районе на трассе столкнулись грузовик и отечественный автомобиль. Недорожник перевернулся. Водитель Нивы сразу погиб. Еще одна страшная авария накануне унесла три жизни. После лобового столкновения на Байкальском тракте погибли три туриста из Калининграда. Все они находились в одном автомобиле. Удар был такой силы, что вытаскивать тела и выживших из машины пришлось спасателям. В Иркутской области за прошлую неделю подразделения МЧС России привлекались для ликвидации последствий 60 дорожно-транспортных происшествий. 21 пострадавшему оказана помощь. Одного водителя спасли. К сожалению, семь человек погибли. Сейчас число таких страшных аварий растет в том числе из-за погодных условий. Мешают туман и гололедица. И самый верный способ снизить риск столкновений – просто не торопиться и соблюдать все правила. Ангелина Огер, Иван Гоголев. Новости по будням.